Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! В адрес нашей редакции продолжают поступать вопросы от зрителей. И предлагаю продолжить отвечать на них. И сегодня они будут касаться греха и покаяния. Первый вопрос от Марии. В чем разница между признанием своей вины и покаянием? Неужели искупить грех, даже такой тяжелый, как прелюбодеяние или аборт, можно только молитвой и хождением в храм? Разница между признанием своей вины и покаянием очень большая. Признают вину обычно на допросе в соответствующих органах. Будучи припертыми к стенке. Когда уже деваться некуда, приходится признаваться в своей вине. Покаяние – это очень глубокий акт, когда человек осознает то, что он сделал, как грех, и как то, с чем нужно бороться и расстаться. Не даром покаяние, по-гречески метанои, переводится как изменение ума. Когда в одном состоянии ум хочет что-то сделать, какую-то гадость, ну, хотя бы то, о чем сказано в вопросе у Марии, а изменившись, он понимает, что это делать ни в коем случае не так, потому что это грех. Вот покаяние – это открытие своего греха, добровольное совершенно, без пьякового принуждения, безо всего на исповеди, когда человек приходит, кается. Вообще, каждому из нас свойственно себя приукрашивать, обелять каким-то образом. Мы даже сами по себе не признаемся в том, что мы делали плохого, и уж, по крайней мере, стараемся как можно быстрее об этом забыть и не вспоминать. А здесь, в покаянии, человек наступает на самого себя, на свою гордость, на свою самость, и просто осознает то, что ему сделано, несовместимо с нормальной человеческой жизнью. И это то, что нужно из своей жизни убрать. Насколько это получится – другой вопрос, потому что порой бывает очень сложно это сделать, и грех, зачастую сроднившись с человеком, становится его второй натурой, и не просто привычкой. Но, по крайней мере, покаяние – это решимость от него избавиться. А признание вины – это признание вины. Сегодня люди с удовольствием даже признаются, если у них не произошел этот процесс изменения ума, они с удовольствием признаются в каких-то гадостях и подлостях, которые они сделали друг другу, я не знаю, каким-то своим приятелям. Ну и что? Ну, даже это круто. Там, подумаешь, мужу изменил, или не изменил, наоборот, молодец. Вот, поэтому разница между признанием вины и покаянием очень большая. Что касается, чем можно искупить свой грех, ну, во-первых, самое главное – перестать его совершать. Вот, был грех какой-то на протяжении какого-то времени, да? Искупить можно его тем, чтобы перестать его совершать. А второе – если этот грех действительно как-то отразился на других людях, если ты понимаешь, что просто ходить в церковь и, допустим, даже каяться, все равно этого мало, но это нормальное чувство, когда человек чувствует, понимаете, что все-таки сделано было слишком плохое и слишком много. Ну что ж, есть самые разные способы загладить тот или иной грех. Подавать милость у него, помогать какому-то человеку, нуждающимся в помощи. В конце концов, вот я знаю, что один замечательный такой батюшек, отец Митрий Смирнов, да, не покойный, если приходили люди с какими-то проблемами семейными, ну, скажем, вот, измена или там обоюдная, или там одного из кого-то, он всегда говорил, возьмите ребеночка из детского дома. И он очень многим это советовал, по разным поводам. Возьмите. Есть, вот, человек что-то сделал плохое, он, понимаете, он покаялся, он даже пытается исправиться, он не делает ничего, но все равно, вот, это правильно, то, что написала Мария, все равно в его сердце, в груди финансирует чувство вины, и хочется что-то сделать. Вот сделайте. Сделайте доброе дело. А может быть, вот есть какой-нибудь, у какой-нибудь родственника или родственница ребенок с церебральным параличом, или там не ребенок, просто взрослый, возьмите. Помогите. Просто ходите, помогайте. Покупайте памперсы, еду или еще что-то. Вот вообще самое правильное, что можно сделать человеку, осознающему свой грех и пытающимися его загладить, или, например, еще другой ряд вопросов таких, да, вот сын, дочь, там, не знаю, отец покончили жизнь самоубийством. А что делать? Молиться нельзя, в церкви подпевать нельзя. Вот что делать? Приходят, говорят, ну что делать? Вот так вот тоже делать. Возьмите, найдите больного какого-нибудь человека и ухаживайте за ним до смерти. Вот то, что можно делать человеку в таком положении, в таком состоянии. Вот мне кажется, я знаю много людей, которые вот так вот вышли из самых безвыходных ситуаций. – Что произойдет, если человек на исповеди не скажет, что живет во грехе и пойдет причащаться? Андрей спрашивает. – Ничего не произойдет. Причаститься в суд и в осуждение. И все. Как Иуда. Мы в этой молитве перед причащением говорим, не лапзание я тебе дам, яка Иуда, но яка разбойник, исповедую тебя, помяни мя Господи во Царстве Твоем. Вот, собственно говоря, человек, который так сделает, конечно, обмануть священника очень легко и просто. У него нет никаких, так сказать, способов дознания. Человек пришел, захотел, сказал, не захотел, не сказал. Это все очень делается легко. Но просто результат потом какой будет. А зачем причащаться таким образом? – Зачем? – Во многих молитвах, которые полагается читать постоянно, надо называть себя недостойным, бессильным, паче всех грешнейшим и так далее. Что делать, если я такой себя не считаю и испытываю протест, читая эти молитвы, Оксана? – Ну, видите ли, молитвы, которые мы читаем, составлены святыми отцами. И утренние, и вечерние, и правила к причащению, о котором здесь говорится, составлены святыми. А что такое святые? Святые – это люди, которые приблизились к Богу, своей жизнью. Но тут интересная такая закономерность. Об этом сказано достаточно много в аскетической литературе. Чем ближе, чем человек к Богу, тем он больше ощущает свое недостоинство. Ну, просто несоизмеримость самого себя, как личности, и того источника всякого блага, со торца неба и земли, с которым он в молитве и в своих подвиге вступает в общение. Ну, знаете, это как мы с вами здесь сидим, и вроде все нормально. А когда луч солнца войдет сюда, в это помещение, то мы видим, что тут миллиарды пылинок, тут просто столб пыли, в котором мы… Мы его не видим, он для нас естественен, мы его не ощущаем ни на вкус, ни на цвет, ни на запах, а он есть. И вот святые – это люди, которые очень четко и очень глубоко, и, может быть, даже избыточно глубоко, видели человеческий грех. Прежде всего, самих себе. И они, эти молитвы, которые ими составлены, это их обращение к Богу. Они о себе говорят, не о нас. Мы можем, мы молимся их словами. Понимаете, почему церковь предлагает нам молиться молитвами святых? Потому что она дает нам возможность, не повторяя их подвига, войти в результат их подвига. То есть мы можем те чувства, которые они испытывали к Богу, сделать своими, без того труда, который приложили они в своей жизни. Это не все понимают. Поэтому, я думаю, что… Ну, если Оксане так уж вот по этому поводу тяжело это, ну, пусть она пропускает эти слова, пусть она читает их, ну, не в такой вот форме, превосходной форме степени, да, ну, не грешнейшая, просто грешно, пусть читает себя. Ну, если это в данный момент ее такое вот устроение, оно не дает ей воспринимать эти слова в полной мере, да. Это ни в коем случае не уничижение, это ни в коем случае не попытка представить человека каким-то совсем ничего не значащим червем и так далее. Нет, это просто вот трезвое и глубокое видение святыми человеческого греха. – Еще один вопрос. У меня с детства очень замкнутый характер. Мне трудно общаться с людьми. Я хожу в храм, но ни с кем там не общаюсь. Является ли это грехом? Ведь от него никто не страдает, кроме меня. Мне часто очень одиноко. Можно ли это изменить? Ксения спрашивает. – Ну, случается. У людей разные характеры. Бывают люди замкнутые. Наверное, чем-то это вызвано. Хорошо бы, может быть, самой для себя как-то постараться это понять, чем это вызвано. Является ли это грехом или нет, но все, что мешает человеку жить, от этого лучше избавляться. Конечно, я не могу советовать человеку, которого я не знаю, никогда не видел. Пусть попытается как-то аккуратно смотреть по сторонам и, может быть, как-то так, употребляя усилия, пытается растопить свое сердце по отношению к другим людям. Но, в принципе, да, такого какого-то явного греха здесь, может быть, и нет. Но нам заповедно любить людей. Потому, знаете, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собой, неравнодушие, а вот если этой любви нет, ну, надо стараться ее как-то приобрести. Ну, по крайней мере, какую-то открытость по отношению к людям. Пусть это сначала будет через силу. Пусть это будет не совсем характерно для нее, не совсем естественно, да. Ну, если не будет получаться, ну, что ж, тогда на волю Божию. Но хотелось бы, конечно, чтобы это чувство можно было как-то исправить. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы о вере. И сегодня к нам поступил на почту такой вопрос. Есть такое выражение. Незнание закона не освобождает от ответственности. Применимо ли оно к духовным законам? Если, к примеру, человек невоцерковленный и не знает заповедей Божьих во всех деталях, он же будет грешить в любом случае. Равноценен ли его грех греху воцерковленного человека? Дорогие друзья, все мы знаем, что голос Бога в нас – это совесть. Поэтому в каждом человеке есть совесть, и именно она регулирует, как человек относится к своим окружающим, близким людям, да и дальним тоже, которые встречаются на его жизненном пути, как относится к жизненным обстоятельствам. И у каждого этот голос звучит несомненно. И даже если человек не знает буквально заповедей десяти, не знает заповедей блаженства, то в нас сокрыта эта великая искра Божия, тайна Божия – это совесть. Поэтому в каждом человеке это есть совесть, и Господь будет спрашивать нас в первую очередь, как с незнающего, если ты не знал о заповедях Божьих по совести, а если ты узнал, окунулся в мир заповедей Божьих, то, несомненно, Господь будет спрашивать по тому, сколько нам дано, как говорится, да, кому было много дано, с того много и спросится. Кому дано было мало, тот будет и биен мало. Исходя из Священного Писания, мы понимаем, что спрос с того человека, который не знал заповеди, он будет по совести, а спрос с того человека, который был с заповедями знаком, он будет, конечно, с точки зрения вот этих заповедей. Но мы помним, что Господь прежде всего – это милость, это любовь. Если человек искренне имеет покаяние, даже если он и не знает десять заповедей, но в нем вот это чувство возгревается, что он делает что-то не так, творит что-то не так, и вот это Господь приемлет. Поэтому закон, он, конечно, ниже милости Божьей, ниже любви Божьей, превыше всего – это Божья любовь, которая исцеляет, которая помогает человеку и которая возвращает человека на тот путь, который человек должен совершать здесь на земле, зрея, к жизни вечной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok